Приехали позавтракать. Такое место прикольное прямо. Звезда нашелся тут. Гуляем сегодня с пацанами по Архангельскому. Отцы воскресные, блин, эти и те. Наплодили. Теперь все гуляем, выгуливаем детей. То же самое. Короче, я подготовила три самых лучших картины. Скажу маму. Вот молодежь современная. Фоткаются, тиктоки какие-то, снимают. Да мы не снимаем. Блогеры начинающие. Мы засняли? Засняли? Привет, девчонки. Знаю, что давно не снимала на YouTube. Немножко пропала здесь. Но у меня есть оправдание. У меня было очень много заказов. Залетело несколько видео рилз с юбкой. Вот с этими платьями. С черным и жемчужным, как на мне. И я продала их очень много. Девочки приходили, конечно же, на юбки. Потом заходили на сайт и покупали остальные вещи, которые к ней подходят. Заодно и брали платья, и всякие зимние свитшоты, и топики. И я целыми днями просто паковала, отправляла. Я таскалась все это на своем горбу. Ходила два раза в день в СДЭК. Что-то отдавала мужу отвезти на машине. Что-то сама носила. Просто потому, что девочки там все писали. Я лечу в отпуск. Мне нужно срочно. Пожалуйста, поскорее. Я вот реально только с утра приняла заказ. Через три часа я уже перлась в СДЭК. Плюс, этих юбок было не так уж много. А там расход ткани огромный. Я экстренно, как только поняла, что спрос вот такой огромный. Я купила еще ткань. Отправила ее в цех курьером. Девчонки в цеху это все быстро шили. Я их там уговаривала. Так все откладываем и делаем юбки. Ладно, ладно. Причем они сложно их пошили. Их шевея в счет примерно две штучки в день. И как бы торопиться не стоит, потому что там много мелких деталей. А хочется, чтобы все было аккуратно. И я, в общем, параллельно забирала еще по парочке штук в день. Заказывала курьера. Привозили мне, дополняли эти юбки. Плюс я еще паковала, отправляла то, что есть. Важно было не перепутать ничего и не продать больше, чем есть в наличии. Мониторила сайт. Отвечала всем девушкам в WhatsApp, в Telegram. И еще выкладывала stories. То есть, как раз пока есть ажиотаж, пока много просмотров, я старалась как можно больше контента делать. И, соответственно, конечно, мне было не до YouTube. Но зато я продала очень много свитшотов с необработанными краями, потому что они хорошо смотрятся с юбкой. Продала все топики. Осталось реально там три штуки у меня лежит, которые капучино и графитовые. Я их шила в феврале, просто купила трикотаж. Там трикотаж такой же, как и на боди. Я купила трикотаж, ну, пускай будет, пока есть, куплю, потому что потом к лету его могут все разобрать. Ну, и пошила эти топы. Мне их купили пару штучек. Вот они лежали несколько месяцев на складе, никому не нужные. А тут, хоп, я поснимала с юбками, все, все топики разобрали, все их хотят. Девочки брали, прикиньте, по четыре штуки. Просто в заказе два капучино, два графитовых. Я не знаю, либо они себе на сменку берут, либо подружкам. Но заказы были огромные. Конечно же, у меня закончились в моменте большие коробки. Остались только маленькие. А так как заказы большие, то ничего в маленькую не входит. И я тоже, вот, мы в типографии их уже доделывали, как раз мне, привезли мне в СДЭК. Я такая мужу трябушу, что иди скорее забери эти коробки несчастные, притащил. Конечно же, в типографии тоже накосячили и сделали немного там неправильно надписи. Но это ладно, уже все, это не важно. В этом виновата я сама, потому что я была в запаре и не проконтролировала каждую мелочь. Макет просто быстро глянула и утвердила, не докапывалась, как я это делала обычно. Но ничего страшного, это реально не беда. И еще я в понеделье вот так вот поработала, как бешеная лошадь. И потом я устроила себе несколько дней отдыха, просто плашмя вот так лежала, что-то занималась домом, прибиралась, смотрела сериал, отключила еще полную всю мозг. Думаю, иначе я сойду с ума и говорю, надо отдохнуть. Немножко занялась собой, своей красотой. Вот, например, сходила на стрижку вот эту вот, типа челочку такую мою короткую, подстригла в кончики, подровняла, сделала бустап. У меня, кстати, девочки, я видела, спрашивают, почему у меня такая объемная волосня. Здесь у меня никогда не было объема на голове. У меня волосы прямо гладкие, прямые. И как их не закручивая, они держатся 3 часа, только если куча и куча средств лаками зафиксировать. Ну и они прямо никак не держат объем, они вот так вот ложатся через 10 минут после кучи стайлинговых средств. И я нашла такую прикольную услугу в Москве. Почему-то раньше я об этом не слышала, может быть, это давно популярно, но я вот первый раз увидела бустап. Это такая, типа, местная химия на корне. Вы знаете, как наши бабульки делали? Кудряшки. А это как бы такие небольшие завиточки по голове. И вот как бы как ни перекидывая волосы, они у меня объемные. И вот такой прикорневой объем я делаю. Он, конечно, немножко вредит волосы. Если бы у меня были крашеные, я бы, наверное, не стала делать. Они побольше чуть обламываются. Все-таки это химия. И ты вот, получается, как попала в голову, посушил утром, у тебя уже все вот так вот стоит. Это еще надо уметь красивенько уложить. Но это не так сложно. Просто причесал немножко, подгладил, и все будет красиво. И это держится прямо надолго, но срастает. То есть вот мне сначала делают от корня, там, пару сантиметров. Потом волосы отросли, у тебя вот здесь стоит шапка. И на последних фото и видео я вообще уже не была на свою голову. Смотрите, вот здесь у меня все гладко. А тут вот такая вот стоячая шапка на голове. Я похожа на Матрюна. А у меня не было времени сходить, это переделось. Это делается часа три. Снять прошлый бустап, нанести новый. И вот я сходила уже все-таки, ладно, ну, пора сделать, поухаживать за собой. И, в принципе, мне нравится. Ну, видите, я просто темненькая. У меня, в принципе, волосы быстро растут. Еще я пью кучу всяких бадов, витаминов. У меня и ногти, и волосы обновляются мгновенно. Поэтому мне приходится достаточно часто это переделывать. Раз там в полтора месяца. Так, в среднем, если у вас обычный рост волос, то можно ходить так и по три, и по четыре, и все будет красиво. Вот, и довольна, что немножко отвлеклась. Ходила на массаж лица, на массаж тела купила курс, на растяжки, на всякие йоги. Стала больше заниматься спортом. Потому что у меня появился кондиционер. Наконец-то их у нас в доме включили. Можно хотя бы здесь дышать, заниматься спортом. Я делаю просто домашние упражнения на коврике. Параллельно еще хожу на йоги, на растяжки. Залы все битком. Видимо, все решили готовиться к лету. И зимой я хотела вообще никого не было. Чуть ли не единственное занималась час. Надо прям заранее записываться на всякие групповые. Я вообще планировала похудеть к маю. Привести себя в форму, стать более подтянутой. После зимы все равно все набирают. А летом худею. А тут в мае я поеду на пару дней на море. И мне хотелось прям быть такой поджарой. Худенькой, загорелой. Чтобы фотографироваться, сниматься. Я же всегда, когда я где-то в отпуске, еще параллельно делаю контент. Беру с собой свои платья. В них снимаюсь, фотографируюсь. То есть хочется вот прям супер выглядеть по летнему. Уже в форме быть к летним фотосессиям в легких платьях. Но я не успела. Потому что реально было очень много работы. И вот месяц я планировала активно заниматься спортом. Худеть и есть салаты. Но я была в запаре. И я уже просто так. Рисикой спать. Ну вот сейчас немножко начинаю заниматься. Втягиваться. И кстати, решила кушать сплошные салаты. Я вот теперь на обед и на ужин кушаю только салаты. Ну там добавляю туда много сыра. Немного каких-нибудь гренок. Тунца. Это не так, что просто зелень. Я бы ей не наелась. Но все равно в рационе, когда очень много зелени, у меня прям я лучше себя ощущаю. Как-то энергичнее, легче. И в целом прям тело благодарно мне за это. И я хочу это продолжать делать. Ну конечно же до Турции. Там будет небольшой зажор. Винный трип. Я еду с мамой и с подружкой. И мы все очень любим вино. Мы в отпуске с утра начинаем шампанского или свина. Еще объедаемся этими вкусными там мясом, колбасой турецкой. Ну блин, все включено в Турцию. Это вообще фигуру не сберечь. А потом приеду, опять буду готовиться к лету. Ну так как я еду всего на пару дней. Ненадолго, то все будет, я думаю, в меру. Не успею растолстеть. И еще же у меня в мае день рождения. В середине 17-го числа. В общем мы обратно приедем из Турции в Москву. И будем уже отмечать все вместе с мужем, с мамой. Пойдем в ресторан. Какие-то друзья, может, придут к нам в ресторан. По крайней мере я приглашала, надеюсь, что придут. Тоже будет еще один зажор. Мы будем отмечать, пить вино. Вообще хотела, конечно, в отпуске от празднования день рождения. Я как-то не люблю в том городе, в котором живу. Просто сходить в ресторан. У меня нет праздничного настроения. Ну ладно, так и выдалось. Такие билеты купили. И заодно мама приедет в гости, будет уже как-то повеселее, поэнергичнее. Все равно девчонки, лично мои, мама там, подружки, они все умеют устроить праздник на равном месте. Мы всегда очень масштабно отмечаем дни рождения, там всякий Новый год. У нас вот есть такая семейная традиция, вот семейные праздники. Всегда что-то наготавливать, большой стол. Гулять, веселиться, забыть все свои дела на один день. Хотя с возрастом, конечно, уже пофигу становится на день рождения. Но вот когда я праздновала с мужиками, с мужем и с его другом, как-то был такой один год. Ну, все так мирно, спокойно. Мы сидели, поболтали, поели и разошлись по домам. Нет, девочки умеют отмечать гораздо веселее, поэтому я рада приезду мамы, мы погуляем как следует. Я тут похожу в своем платье, потому что только что фотографировалась, в нем снималась, делала фотографии, чтобы я была в нем прям накачанная, такая хрупкая, там спина еще стояла, напрягала, чтобы все это красиво выглядело. Вот секрет, кстати, рельефного тела, это просто фотографируешься от окна с одной стороны. Когда свет с одной стороны, то вы кажетесь рельефным сразу. И пресс такой есть, и спина накачанная, и вот все супер. Я вот сейчас так поснимала, и буду паковать заказы, потому что опять их очень-очень много. Я вам пришла показать, что у меня творится сейчас в офисе. Это уже превратилось в огромный склад, и у меня здесь стоит уже все посередине. Я фотографируюсь в одном углу. Если раньше здесь я везде могла сниматься, то сейчас не осталось места. И мне приехали большие коробки. Вот это все, 4 огромных брикета. Там еще есть, это большие коробки, которые я заказала с типографии. Оптом просто они дешевле выходят, и я заказала на огромную сумму сразу. Думаю, в любой момент все равно пригодятся. И мне приехали новые платья с производством, с которым я сотрудничаю первый раз. Это трикотажное производство. Таких тоже. Раз, два, три, четыре, пять. Вон там в углу брикетов таких. Огромное количество. Я вам уже говорила, что в Москве с трикотажем очень сложно. И я нашла производство, которое находится далеко не в Москве. Утверждала модель онлайн. Мне было безумно страшно. Но, к счастью, все получилось как надо. Потому что там, где я отпускаю контроль, как правило, все косячат. Например, вот с коробками. Я была в ВПХ, работала. Они мне чуть-чуть неправильно и сделали надписи. Ладно. Принял. Понял. Простил. Забыл. Ничего страшного. Я сама виновата. Я не проконтролировала макет хорошо. Не задала тысячу вопросов. Они просто молча сделали, а я их не достала. Потому что у меня не было сил. Потом, например, как-то юбку я продала на одну больше, чем есть в наличии. Мне девчонки досылали с цеха. И я мониторила на сайте. Все время обновляла количество юбок, которые осталось. И вот я тоже что-то была в спаре. Не написала, что одну купили юбку. И хоп, смотрю заказ на юбки, которой нет. И мне девчонки присылали юбочки. Я, которые с браком, которые мне не нравятся, оставляла. Там на одной, например, был недошит низ вот так вот вуланчик. Ничего страшного. Просто пропустили одну строчку. Я побежала в ателье. Мы подшили эту строчку. Я тут же потом побежала в СДЭК. Это все отправила. В общем, работа предпринимательная, она такая тревожная, ответственная. И никогда нельзя расслабляться. И я даже в Турцию поеду. Я, собственно, не отдохну, а буду сниматься в новых платьях. Это как раз те платья, для которых я хотела похудеть. Потому что они трикотажные, вязанные. И вот в такую вот дырочку. Сделаю их в белом и в бежевом цвете. Заказала минимальную партию 500 штук. Меньше они не берут. Конечно, на первый раз я никогда не делаю такие партии. Для меня это много. Я потом уже, когда повторы, когда есть спрос уже на следующий год, я могу еще сделать 500 штук, когда я уверена, что это точно разберут. Что вот, например, спрос есть на юбки, на зеленые платья там с рукавовым фонариком. Все, шью сейчас еще 500 штук. Но вот это, еще и тем более то, что онлайн, то, что я не примерила, не потрогала. А я так не могу. Я привыкла все именно воплощать, как в моей голове. И максимально реально, как это возможно сделать. И вот всегда все эти платья меряю, стираю дома, хожу, тестирую, чтобы вот ты, блин, села, жопа не задралась, чтобы платье не улетело, чтобы плотная была ткань, чтобы здесь какой длинный подклад. Мне надо все контролировать. А здесь от того, что производство далеко, приходилось представлять, воображать. Но они молодцы, все хорошо сделали. Отправили реально вот в таких мешках. Тоже у меня муж ездил, забирал одну огромную партию, все это таскал. И прямо платье хорошего качества. Мне понравилась ткань. Она очень мягкая. Там что-то хлопок в составе с какой-то небольшой примесью полиэстер, чтобы просто не мялось. Я вам уже рассказывала, что чисто хлопок мнется, а с полиэстером нет. И вообще все отлично прошито. Они мне, знаете, как делали? Я им замеряла платье, которое у меня есть, прямого кроя, более-менее модель, как я себе представила в голове. Я им написала все параметры. Но тоже трикотаж, это же такая вещь, что ты не угадаешь, насколько он тянется, сильно или мало. Будет сильно балахон. Или наоборот, по фигуре все будет обтягивать, вот как трикотажное платье, которое вот село вот так вот, а-ля как в Love Republic раньше продавали. Трикотаж в этом плане сложный. Шили образец, примерили на манекене. Я сказала, что поменять. Потом шили второй образец. Связали на машинке. Это все вязальные машины делают. Я уже все утвердила. И то на свой страх и риск. Я все это время переживала. Месяц они ехали. И вот заморочилась я. В январе стала делать трикотаж. Месяц ехали, я сотряслась. А я так мечтала о трикотаже, что я уже хотела рискнуть и заказать что-то с производства. Хотя бы просто потестировать, просто посмотреть на будущее, чтобы я на зиму там свитер какой-нибудь сделала. Или шарфики вязала. Или шапки. Ну это же вообще обалденная тема. Да блин, на Новый год подарить друг другу шарфик, это идеально. И размера не надо знать. И если он какой-то необычный, красивый, яркий, то вообще идеально. Все будут раскупать. И вот я с тем и зазором, что нужно потестировать производство, купить платья, посмотреть как пойдут, как вообще у нас какой коннект. Прям хорошая там девочка, такая адекватная, она мне даже доставала. Блин, стою с утра, у меня 20 новых сообщений, все пишет, все контролирует. Уже даже перебор был этого внимания. Ну да ладно. И в общем получились вот такие платья из трикотажа. Они прямо летние, в дырочку их носить с купальником, конечно, потому что они прозрачные. И вот они такого прямого кроя немножко оттягивают вон талию, там грудь, подчеркивают это все. Вот такая здесь бирка. Бирку они сделали сами, потому что они далеко находятся. Я бы им не стала отправлять мой маленький мешочек с бирками. Они сами напечатали, как я попросила. В принципе красиво получилось. Мне нравится цвет такой капучино. Не такие, как у меня обычно. У меня там обычно молочные. А здесь они больше капучино. И они из жаккарда. Я вообще жаккард не люблю. Если вы обратите внимание на ваших вещах, на всех практически бирки из жаккарда, потому что он очень износостойкий. Здесь не стирается печать. Он такой держит цвет, форму не мнется, ничего с ними вообще не будет. Но мои хлопковые они подороже, поинтереснее. И я тоже там заплатила за стойкую печать. Они тоже хорошо себя чувствуют после очень большого количества стирок. Я люблю больше хлопковые. Как-то больше... Ну, больше похоже на местный дизайн, а не на массовое производство. Жаккард тут реально везде. Хлопок, когда не все берутся. Но я довольна прямо платьем. Первым делом, знаете, муж принес вечером. Я вся нервничаю, переживаю. Говорю, нет, все, я не буду сегодня вечером посмотреть. Завтра днем, при свете нормальном, чтобы я уже с купальником померила все посмотрела. Он такой, ну ладно, я сам посмотрю. Пошел, глянула, открылась. Как-то все, я тоже не могу. Сразу же его надела, померила. Она, ну, красивая, да. И к нему надо быть, конечно, худенькой, стройненькой. Вот такой прямо под жарой. Я планировала это сделать вот к Турции, чтобы я уже фотографировалась в нем красиво. Но не очень успела похудеть. Буду сниматься так. Я думаю, что я его продемонстрирую уже на себя. Надену там, в пляжной обстановке. Я вам его покажу нормально и качественно. Потому что здесь как-то просто на моем фоне поснимать пляжное платье в дырочку неуместно. А вот именно с обстановкой такой турецкой, летней, хочется это сделать. Я как раз купила купальники. Один вот такого прямо цвета, телесного, чтобы не выделялся и красиво смотрелся. А другой беленьким белым платьем такому. И вот отсниму вам все, покажу после майских праздников. Конечно, есть девчонки, которые сейчас поехали тоже на майские праздники поеду на море. Они бы, возможно, уже купили. Ну, ладно, ничего страшного. Потому что вот даже с юбками, платьем меня все торопили. Все просили, скорее, скорее, я уезжаю. Я довольна. Я, конечно, кинула, заказала. Вообще, по сути, не трогая, не глядя и очень рискуя. Но кто не рискует, тот не пьет шампанского. В предпринимательстве вообще сначала делаешь, потом думаешь во многом. А иначе, если начинаешь сильно много думать, сомневаться, бояться, что-то еще, то очень тогда страшно. То тогда можно вообще ничего не делать и сидеть только куревать. Я, как правило, конечно, взвешиваю все за и против. Продумываю, чтобы модель была более-менее универсальная. Чтобы на разных девочек села. Платье прямое. Здесь любые фигуры. Треугольник, квадрат, песочные часы. Главное, вот какие-то параметры до L-ки. И все будет отлично. Если уже вы побольше, то тогда некрасиво будет, конечно. Тогда будет слишком обтяжка уже. Платье, например, вот это как шею. Я его сделала в образцы, оплатила, лекала, доставку до меня. Все уже готово. Привозят мне платье. Я в нем хожу вот хотя бы по дому. Наклоняюсь, трогаю, стираю. Смотрю на усадку именно точную, сколько она будет. Потом смотрю, чтобы, например, ничего попа не огорялось. Чтобы ткань была тяжелая, плотная. Чтобы она сильно от ветра не взлетала. У вас тут ничего не было видно. И я сначала думала сделать это платье одинарным. Но подумала, что нет, совсем не комфортно. Реально там ветер подул, и у вас уже на гале все трусы. Но я решила все-таки сделать подклад из такой же ткани, как и основное платье. И подклад чуть-чуть покороче, чтобы он не выпирал. И при этом вот здесь вот все закрывалось бы. Вот тогда, да, тогда я считаю, что вещь идеальна, когда я уже прямо очень капризно к ней отнеслась, критически, и все сделала своими нюансами так, как бы девушка хотела. Вот зная эти девчачьи какие-то неудобства, некомфортные вещи в носке. А здесь, так как онлайн не было такой возможности, ну ладно, я ребятами очень довольна. Я думаю, что я буду с ними еще сотрудничать. Единственное, что у них, конечно, большие партии по 500 штук. Это прям внушительная такая сумма, я заплатила. Но подумаю, вот, какими-то теперь зимними свитерами. Может быть, с каким-то горлом. Вот у меня в голове вот такая модель. Горло это плотное такое, которое стойку держит, не свисает. Широкие такие рукава тоже удлиненные, прямого кроя, не сужающиеся. Здесь тоже такая прямая модель. Не сильно длинный свитер, чтобы как бы прикрывал его не были такой большой. И не короткий. И здесь еще такие полосочки сделать. И на рукавах прям широкие, такие 10 сантиметров. И снизу, ну я думаю, что это будет очень дорого. Кстати, я им писала, спрашивала, они мне там такие цены загнали. Этот свитер тогда будет стоить, с учетом доставки, с учетом там всего на свете, коробки, упаковки, 1015. Ну вот подумаю, что-нибудь в соотношении цена-качество такое сделаю, что было бы несложно по вязке, и я выглядела бы эффектно. Будет еще зависеть сильно от ниток, которые они мне приложат. Ну, я довольна. Риск – это шикарно. И особенно, когда все случилось хорошо, никто меня не подставил. Потому что есть же такая вероятность, что вообще я оплачу, они ничего не отправят. Ну, нет, все отлично, даже нужное количество, правильно, я все пересчитала. Ничего не зажопили, ни в чем не обманули. Нужно пособирать коробки на заказы, которые сделали сегодня и вчера. Это, конечно, быстро делается, но я предпочитаю все в один заход сразу вот так насобирать и оставлять коробки. Позже я буду в них уже складывать вещи. Как-то меньше телодвижения тогда выходят. При Почту России, экшн, который произошел у меня неделю назад. Раньше я отправляла. Просто сама делала прикномер Почту России через свою личную почту, через приложение. Там мое FIO. Это все очень быстро делается. Реально скачиваете приложение и пишешь там FIO-откроители, FIO-получатели, все готово. Я отправляла так. У меня еще рядом с домом есть почта, которая открылась недавно. Там такое все чистенькое, современненькое. Сидят молоденькие дядечки с удовольствием сюда общаются так вежливо. И я всегда к ним ходила. Просто называя штрек-номер, они отправляют это дело вообще 5 секунд. Я с удовольствием все это делала. Сейчас, так как я сделала сайт, там нужно подключить особую почту. Порционная почта, это как-то называется. Почта, которая делается именно на твое ИП, не на тебя, как физлицо. И все накладные делаются автоматически. Так же, как и через ДЭК. Там девочка, которая делала сайт, подключила все эти сервисы. Девушка пишет там свою FIO-адрес, выбирает почту. Мне приходит трек-номер, по которому отправить. Все. Никакой механической работы. Но там можно было выбрать, что в октябре, когда я делала сайт, можно было выбрать не все почты России, через которые можно отправлять. Я выбрала ту, что подальше. Ну, тоже минут 10 до нее идти мне. Но почему-то вот мою снизу никак нельзя было выбрать. Их прям очень ограниченное количество. Ладно, я выбрала ту. И мне так редко заказы через почту. Как правило, она дольше везет. Плюс по Москве, по Питеру этот СДЭК стоит. Там 300 рублей. И все это быстро приходит. Все СДЭКом заказывают. Через почту у меня заказывают девочки совсем куда-нибудь далеко. Во Владивосток она гораздо дешевле, чем СДЭК. В какие-то маленькие совсем города, где нет СДЭКа. Тоже бывает, но огромная редкость. В Калининград там сейчас авиасообщение наушено. И СДЭК везет месяц. Плюс по безумной цене только вариант почты отправить. И девчонки, которые мои постояшки, они мне просто все это время писали. Говорят, Лия сделай накладную. Покупая вот это, я такая, все окей, без проблем делала это собственноручно. Отправляла через свою снизу. Мне приходят трек-номера, по которым нужно отправить. Я все это подписала, сделала. Ну вот, например, мой заказ на почту. Вот, просто коробка в пакетике в моем базовом. Все в таком виде я отношу. И у меня стоит там минимальный какой-то вес. То есть все же вещи разные. Вот эта большая коробка, здесь свитшот, пижама, платье. Здесь много вещей. Бывает маленький заказ, просто юбка. Маленькая коробка с заказом весит там 400 грамм. Это весит уже килограмм. И я просто сделала там минимальную, сколько-то, 500 грамм, например. Ну, чуть-чуть побольше добавила, что если вдруг девушка заказала две вещи, даже в маленькой коробке, чтобы был минимальный вес, за который она платит. Оказывается, на почте все очень-очень строго по весу. Раньше, когда я делала сама, всем было плевать на этот вес. Вообще, хоть вот такие на коробку принеси. Все возьмут, заберут. Цена будет одинаковая. Что за вес 200 грамм, что за вес там, ну, 2 килограмма, килограмм. Конечно, это не огромная какая-то вещь. Не шкаф я отправляю. Ну, как бы никто на это даже не смотрел. Я автоматом, значит, пособирала эти заказы. В таком виде все это сложила, отправила. У меня автоматически сайт рассчитывает, там, 500 грамм, например, посылка. Прихожу на почту отправлять. Во-первых, оказывается, там нужно напечатать дофига бумажек. 21 век. Чтобы отправить на отправление, я раньше всегда показывала в телефоне накладную, штрих-код. Как на зоне, как на вайлдбрисе. Все считывалось. Мужчина принимал, улыбался. Все, спасибо, до свидания. Здесь же, чтобы сделать это через ИП, нужно напечатать, блин, 4 страницы, что у вас на сегодня стоит отгрузка, напечатать накладную. Почему-то я ее должна печатать, а не служба отправки. Принести. Ладно, я пришла без бумажек. Там сидит злобная тетя Мотя. Стоит на меня, орет. Какая я безответственная. Как я все это принесла. Какой кошмар. Ну, напечатала мне сама. Потом давай ругаться из-за веса. Что у меня вес фактически 400 грамм, а не 500. 100 грамм там отличается. Она у меня стоит, орет, что у них все точно по весу. Их начальство следить там, чтобы они отправляли ровно столько, сколько заявлено в накладных. И не принимают у меня отправления. Я на нее тоже поругалась в ответ. Она все приняла. Ладно. На следующий день. Опять у меня заказы почтой. Опять я туда иду. Ну, уже напечатала накладную. Заплатила за эту накладную. У меня нет дома принтера. Я сходила просто где-то за 50 рублей. В Москве реально 50 рублей. Один листочек стоит напечатать. Напечатала эту накладную. Наклеила. Принесла. Она стоит ругать, что еще надо 5 листов, что сегодня у вас стоит отправление. Какой-то там лист отправок, что-то еще. Я говорю, извините, я не знала. Все уже не стало возникать. Она все приняла. Опять за вес поругалась. А причем я заходила через компьютер в эту свою почту. Тоже почему-то только через компьютер можно зайти на эту почту. Через телефон на почту ИП никак нельзя. Очень удобно, конечно. Ладно. Я зашла. Смотрю, там нельзя вес поменять. Ну, стоит у меня базовый через сайт 500 грамм. И все. Ну, ладно. Я так и сделала. Она опять на меня ругается за этот вес. Я вся на нервике, я целый день злая. Потом посралась, блин, с самого утра. Меня облаяли. Я промолчала. Третий день. Опять заказы почты. Я уже вообще не хочу сюда идти. Я тебя заставляю. Я такая, ой, нет. Можно схожу вечером, чтобы целый день хотя бы не был испортен. Я уже сижу, смотрю, как поменять вес. Ничего опять не поняла. Не поменяла. Ладно, напечатала я эти пять листов за 50 рублей каждый, да? За свой счет. Почему-то я должна это делать. Напечатала. Принесла и все это. У меня отправлений очень много. У меня на почту собралось коробок сель. Я напечатала все эти кучи листков. Притащила и коробок сель. На каждой коробке написала накладную. А бумажки с накладными вот у меня отдельно. Она давала на меня ругаться, орать, что у меня накладные не приклеены. Надо сразу же приклеивать. Она вся запуталась, она вся перепуталась. Вес опять не тот стоит, просто орет на меня. Я уставшая. У меня нахера работает. У меня ПМС. Извините за подробности. Я вообще никакая. У меня просто башка кружится. Хочу лежать, спать и есть шоколад. Я пришла на почту отправлять. Она на меня орет. Я стою, начинаю тоже на нее орать. Все, я очень злаю пару дней в месяц. Меня лучше не трогать. Я тоже начала орать. Она такая, я ничего не буду принимать. Давай принципиально выделываться. Все, шуруй отсюда. У тебя все неправильно, вес неправильный. Я говорю, я не понимаю, как поменять на сайте. Говорю, ну пускай у вас как-то... Мне позвонит человек, объясните, как написать вес. Плюс у меня, блин, я собрала в этот день 40 отправлений. 33 там было в СДЭК, 7 на почту. И я еще должна вот с этими отправлениями за каждую посылку по поводу веса морочиться, наклеивать накладную, что-то еще. Я всегда подписываю, заношу своим ребятам в СДЭК. Говорю, здрасте, отправите. Да, конечно, все, они меня знают, наклеивают накладные, и все это поехало. Здесь же просто полный срач. В итоге я поругалась, и давай уж просто плакать. Когда она стала говорить, что не примет посылку, я стою, у меня слезы текут, все, я не могу. Я говорю, господи, я так устала. Я говорю, я что должна сделать, чтобы вы принимали мое отправление? Говорю, мне тоже все это не нравится. Но какой-то обратной связи от почты нет. Никто ничего не объяснит, никто не поможет. Пишу там, позвоните на сайте почты, типа, позвоните менеджеру. Всем срать, никто не звонит. Я говорю, вы тоже мне не можете точно объяснить, как поменять вес. Чего-то на меня стоите и орете. Говорю, у меня сегодня 40 отправлений. Я что должна каждое отправление взвешивать? Это настолько бред. Я еще таскаюсь, эти бумажки печатаю. Я стою просто слезы грамм. Она как увидела это все. Извините, пожалуйста, девушка, простите. Хорошо, я сейчас сегодня не расстраиваюсь, не переживаю. Я все переделаю, я все отправлю. Я все, 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 все. Стоит, замолчала. Сразу улыбается. Я говорю, господи, на этой почте только со слезами и ссором приходить. Другой вариант никак. Я уже думаю, может, актрису каждый раз включать, когда я хожу на эту почту, и плакать. Но это бред прям полый. Короче, она все забрала. Я расстроенная тоже пришла, все зареванная. Жалуюсь мужу, он такой, ну все, это жесть вообще. Я говорю, тоже, если буду туда ходить, я тоже буду орать. Я говорю, я не знаю, что делать. На следующий день снова заказы почты. Я уже сижу все точно, внимательно. И у меня почему нет весов дома. Я примерно представляю, что там, ну, Макс Лев столько-то весит, рубашка столько-то. Написала на обум. Они еще говорят, разногласия, может быть, в 10 грамм. Ё-моё, 10 грамм. Да это просто вот открытка. Это вот положила я, не положила открытку. Вот она 10 грамм, блин, весит. Ну, это жесть. И я такая сижу в компьютере, делаю накладные, которые нужно напечатать. Все очень-очень внимательно. Все нашла, где поменять вес на каждую посылку. Аллилуйя, разобралась. И случайно тыкнула сохранить, вес не заменила. Я такая была злая. Ё-моё, я не хочу завтра идти туда. Нет, я не тот вес опять написала. Да господи, сколько мороки будет опять. Я не хочу. Я так себя заставляла сходить. Ой, потом пришла, там какой-то другой сидел мальчик молоденький. Ему вообще было пофигу на вес. Он ничего не спрашивал, ничего не говорил. Он просто взял посылку и все говорит, до свидания. Я поразилась. Ну, вроде как, я к ним приходила еще отправлять. Я слышала, они между собой обсуждают, что, типа, их начальство за это ругает, что все должно быть точно, что надо прям замерять, менять вес накладных. Когда накладная, типа, готовая, они там долго сидят, это все как-то меняют, перепечатывают. Чтобы поменять вес накладной, она мне печатала 15 листков. Думаю, нахера, я хожу и печатаю 5 листков для отправки. Вот у вас стоит принтер. Вы, блин, чтобы поменять только 20-15 листов делаете. И мы все это подписываем, проверяем. Почему я не могу прийти и сказать накладную, вы бы мне эту одну несчастную страничку напечатали, а электроны в компьютере посмотрели, там лист отправок на сегодня. Но это вообще, блин, 21 век. Ни в телефоне ничего, никаких штрих-кодов не существует. Печатать листочки, замерять вес. Вы служба отправки, вы должны это делать, это ваша работа. Мое дело собрать отправление, доставить его, блин, до вашей почты. Все. Почему я делаю вашу работу еще и я плачу вам комиссию за отправление? Мне вообще непонятно. В общем, полная морока. И я, короче, уже купила весы. Вот заказала какие-то весы на лозоне, чтобы, мне кажется, посылку вот так вот сидеть и замерять, сколько она весит. Вот здесь я уже, вот эта посылка у меня на почту, я все замерила, написала. Сейчас я пойду в компьютере, открою, значит, свою почту порционную от ИП. Каждое отдельное отправление зайду, напишу вес, нажму сохранить, распечатать бланк. У меня опять кистов бланков, блин, выйдет. Следующее отправление написать вес, сохранить, распечатать. И так, блин, по каждой сорока отправлениям. Ну, это просто маразм. Это ужас какой-то. Ой, я ходила к своему адекватному мужчине на почту, спрашивала, что с этим делать, что это за бред. Он говорит, да, это бред, это порционная почта, у нас ее нет, мы потому ее не делаем. Она только в некоторых филиалах работает. Он говорит, мы не хотим связываться с этим весом, это кошмар. Я понимаю, что эти женщины на почте тоже не виноваты. У них там зарплата 15 тысяч рублей, и еще их начальство за что-то ругает, требуют все, чтобы было точно-точно, и они как бы тоже не хотят себе увеличивать работу на 15 тысяч. Но я не виновата, я не могу из 40 отправлений по каждому замерять вес, и еще бегать, печатать бумажку. Ну, давайте я для этой несчастной почты куплю весы, куплю принтер, буду покупать бумагу, менять картридж. Да мне, блин, эта почта выйдет в 5 тысяч в месяц. Ну, это бред полный. Вот обожаю СДЭК. Особенно, когда адекватный филиал, они кашт тоже разные бывают. Вот, особенно, когда там ребята, мальчики, которые тебя знают, всегда все отправятся, да, все подскажут. Если что-то, какая-то задержка, я к ним приду, спрошу, где отправление. Когда приедет, у меня есть менеджер личный на СДЭКе, который в WhatsApp, у меня всегда на связи, все отвечает. Если девушка там случайно заказала не на тот номер телефона, я за секунду поменяю тот номер телефона. Можно поменять адрес, пока посылка в пути. Все это бесплатно, беспроблемно. Можно сделать платное хранение. Такое, что она там целый год лежит, эта посылка никуда не уедет. На почте же даже у меня были случаи, когда за 4 года работы просто посылка приехала на девушке, неделю полежала на почте, а потом уехала куда-то в сортировочные, и все, никто не может ее достать. Ну, девушка не успела, уехала в отпуск. И она лежит, хер знает где, мне клиент пишет, где мой заказ, я не могу ее получить. Она тоже пишет на почту, во всякие электронные отправления, заявления там, что вот, верните мою посылку, я заплачу за пересылку. Никто этого не делает, никто ничего не отправляет. На сортировочном тоже ее не забрать, ее просто нигде не вытащить. Посылка, считай, пропала. И я ничего не могу сделать. У меня нет никакого менеджера, никого. Хотя все официально, мне не представили никакого человека, который бы мне помогал с управлениями, решал вот такие проблемы. Просто нет этого сервиса. И я ничего сделать не могу. И она, и в итоге эта посылка так и валяется где-то в сортировочном, она потеряна, и все, девочка ничего не получила. Сдеки, да, тоже бывают задерживаются. Да все транспортные косячат. Бывает, что там Сдека заявляют, довезем за 2 дня, везут неделю-две, особенно перед Новым годом всегда такие задержки. Перед там 8 марта, какими-то еще праздниками, да, они задерживают, они как-то не возмещают, они не обязаны вам оплатить какую-то неустойку или хотя бы сделать бесплатную доставку. Ничего не делают. Просто сидите и ждите, да, бреют вас лесом. Что я пишу менеджеру, спрашиваю, что клиентка звонит на горячую линию, говорит, ну ожидайте, есть такой косяк. И на это никто повлиять не может. Но все равно хотя бы они более человечные, хотя бы они в чем-то разбираются. И есть у них там экспресс-служба. Если тебе нужно быстрее, то заплати там 1000 рублей, это приедет за день или за два. На почте же нет абсолютно никакого сервиса. Я пересралась, переругалась, но я стараюсь принимать этих людей. Больше не плакать, быть дружелюбной, милой. И иду туда с таким настроем. Я себя целый день настраиваю, чтобы сходить на почту, что я не буду орать, что я буду доброжелательной, я буду понимать эту женщину, которая там ругается. Я буду осознавать, что ей в жизни не сладко, у меня все хорошо. Я буду очень милой, буду стоять и улыбаться. Буду притворяться дурой, говорить, извините, пожалуйста, я не поняла. Простите, больше такого не повторится. Я реально стою, блин, и вот так вот притворяюсь какой-то дурочкой, чтобы не заорать, чтобы человек тоже не пошел в агрессию, а как-то посмотрел на меня с жалостью хотя бы. Наверное, это почта, это мне какой-то урок, чтобы я сильно себя не верила, и эго у меня не взлетало в небеса. У женщин на почте это гораздо выше, чем у меня. Я вообще не ожидала, что эти топики в мгновение разберут. Они почему-то лежали, никому не нужные с февраля, а тут я пофоткалась в них с юбкой, и они вот есть такие капучино и графитовые, они из того же трикотажа, что и боди. И их просто все раскупили, их было штук 50, раскупили в неделю. Я вот экстренно заказала ткань, еще их пошить. Думала, надо их, не надо, но вроде как начало лета будет актуально. И вот купила еще. Вот эти белые платья, помните их? Белые и зеленые. Их осталось тоже вот сколько, 4 штуки. Два купили, я их сейчас буду складывать. И началось лето, их стали экстренно разбирать. Сейчас тоже будем с девчонками шить, и белые, и зеленые, повторять партию. Они, конечно, прошлый год, я на них только могла и сидеть, больше не работать вообще. Они вот такие из вискозы, потому что я их продала просто огромное количество. Наверное, тысяча-полторы штук за лето, за три месяца. Представляете, сколько? 500 единиц в месяц, грубо говоря. Заработок был хороший, но и труда была очуметь. Вот в таком виде я тут сижу, пакую заказы, и в кои-то веки я могу ходить без косметики. Это просто нечто. Я об этом мечтала очень много-много лет. Я всегда была прищавенькая, самого подросткового периода. У меня все время какие-то проблемы с лицом, я чего только не делала. Потом стала зарабатывать уже в какой-то момент. Ходила по косметологам, по лучшим клиникам в Новосибирске, еще когда там жила. Потом в Питере ходила, в Москве ходила. Делала миллиарды всяких пилингов, там лазерные шлифовки мне все советовали. Я, кстати, боялась их, никогда не делала. И ничего не помогало. Мне все равно постоянные прыщи. И сейчас я уже думаю, ну, с возрастом пройдут. К 30 годам я должна быть не прыщавая. Мне так всегда хочется. Все-таки я же полублогер такой. Мне хочется просто встать с кровати, умыться, причисляться и уже начать снимать. Стоит что-то снимать, выкладывать там, не краситься, не носить этот тональник, потому что всегда тут-тут-тут прыщи. Я без тона не могу выйти, вообще не сфотографироваться, ничего. Если мы гуляем где-то вечером, вечером там, и я без тональника, все, я не буду фотки делать. Ну, я реально стесняюсь. И я как бы люблю себя, принимаю с прыщами, но не в инфопространство вот в это. И поэтому я пыталась получить лицо всякое разное. Я купила, короче, кучу масок от Аравии, именно увлажняющих, просто базовых. Там на каждый день для девочек купила всякие там массажные штучки, для лица. И просто вот щадящий, такой уход бережный, аккуратный, никаких пилингов, никаких скрабов, все очень такое нежное. Стала умываться, применять энзимную пудру там раз в неделю, не обращать внимания на эти прыщи, пытаться их не давить, вообще не трогать, на расширенный пор там не вытаскивать весь в бесконечные черные точки. Просто сделала маску там с углем какую-нибудь, вообще трехкопеечную, свадьбереса против черных точек, потом сделала увлажняющую маску, и все отлично. И я смотрю, прошло недели три, у меня просто все лучше и лучше лицо. Я смотрю, а где мои расширенные поры. Да, там забиваются черные точки, я сделала масочку, они чуть сузились, но я держусь, чтобы их не начать давить, чтобы не делать эту механическую чистку лица, или не бежать к косметологу. Потому что после косметолога у меня все в болячках, как только они заживают, так сразу у меня новые прыщи, новые черные точки. Я держалась, держалась, и вот смотрю, что реально, когда я отстала от своего лица, когда я стала просто увлажнять его, куча тканевых масок, куча всякого увлажнения, крема, все, кожа перестала быть какой-то пересушенной, меньше стало черных точек, этих сальных желез, меньше подкожников, поры сузились. Я была в шоке, представляете? И я как-то пару раз так походила с этим лицом ненакрашенным по городу, покайфовала, думаю, обалдеть, я вышла из дома без макияжа, и я выгляжу неплохо, это вообще супер. Потом опять меня обсыпало, думаю, да нет, показалось. Сейчас вот прошло уже месяц-два, как я делаю такое вот просто увлажнение, всякие уходы от Аравии, совершенно дешевый, дешевая косметика, дешевый уход, и у меня все лучше, 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 лучше. Да, у меня остались какие-то постак, но вот там красные пятнышки, которые дольше всего проходят после прыщей, но они все сглаживаются, все меньше видны, и я вообще так фанатею, я обалдею. Я по-прежнему очень люблю макияж, я люблю там рисовать, себе эти скулы, всякие румянец, и всегда это делаю для съемок, для рюксов, но вот так на каждый день я хожу и прям наслаждаюсь, я раньше, знаете, даже никогда не смотрелась в зеркало, вообще, я ни в отражении камеры не люблю смотреться, ни в зеркало, когда где-то мимо прохожу, мне стыдно, стрёмно, я потом расстраиваюсь, а сейчас я хожу, такая, это я, это я, обалдите вообще, в общем, отстаньте от своего лица. Я здесь пакую тем временем, эти топики, которых купили, просто миллиарды. Я перепроверяю вещи уже на два раза, потому что вот мне приходит партия, я это всё отглаживаю, складываю, проверяю шовчики, вот так в такой вот вид привожу, по размеру под коробку подгоняю. Потом, прежде чем отправить именно вещи, я снова набираю вот так вот эти вещицы и разворачиваю, смотрю снова, смотрю здесь все ниточки, беру вот так валиком всё это прочищают. лучше я перебью, но это человека, человеку придёт в идеальном виде и девушка будет довольна, тем более у меня сейчас много девчонок новеньких, которые покупают в бренде там подписчиков, мне набежало, рилсы налетели, опять много подписчиков стало и вот они покупают первый раз и мне хочется, чтобы у человека остались только позитивные впечатления от покупки, чтобы она это посоветовала подружке, и я вот всё-всё смотрю по два раза короче, тотальный контроль вообще, но это кстати не зря, потому что во многих вещах я вижу, что я там уже забыла нитки обрезать, я уже видимо сидела второй день и сидела, паковала там эти рубашки, уже не обращала внимания на нитки, у меня уже просто голова пухла, и я такая, ладно, и так пойдёт, а тут я уже взяла всё аккуратненько, чик-чик сделала, конечно, я всё это уже делаю быстро, я в этом плане уже упаковщик, я могу за 30 секунд собрать, коробка, кофточка, сложили, подписали, у меня вот так вот просто конвейером уходит, вот здесь стопки, у меня, видите, слева склад, как бы зона рабочая, справа свободное пространство, и я просто сижу вот так вот, и здесь такая полница, 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 высотка из коробок, я вот сегодня, хорошо, что я заранее собрала, отдала всё это мужу, отправить, потому что я не могу это таскать, это очень тяжело, коробки большие, вещей заказывают много, а он на машине, ну и вам видите, просто с утра надо, он уезжает, с утра надо уже ему отдать, и поэтому я обычно по вечерам сейчас сажусь, всё проверяю, не спеша складываю, и уже ему это сую, говорю, вот вздек, давай вздек на машине, вот, на почту ещё сегодня зайду, надеюсь, плакать не буду, всё точно уже написала, там вес, ширину, длину, всё точно. Я сегодня в образе какой-то отчаянной домохозяйки с этими кудряшками, ещё здесь жемчуг, и вот топик мой. Пойдём гулять сегодня. Здравствуй, православный. Здравствуй, православный.